Дорожная карта для выхода из кризиса. Мы продемонстрировали, что главная цель, с которой мы прибыли в Минск, это мир. Мир сегодня нужен Украине, мир сегодня нужен жителям Краснодона, жителям Луганска, Донецка, Первомайска, Брянки. Всем городам, которые сегодня находятся под оккупацией и где люди устали жить в условиях войны в 21 веке. И поэтому требуют сегодня очень решительных действий, которые способны принести мир на украинскую землю. Россия будет делать все для мирного процесса и прекращения кровопролития в Украине, пообещал президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Украины Петром Порошенко. По его словам, достигнута договоренность, что Москва и Киев будут взаимодействовать по предоставлению России гуманитарной помощи жителям Востока Украины. Однако условия прекращения огня в Украине в Минске предметно не обсуждались. По словам руководителя федерации, это внутреннее дело самой Украины. Мы не можем, вот мы Россия, мы не можем говорить о каких-то условиях прекращения огня, о возможных договоренностях между Киевом, Донецком и Луганском. Это не наше дело, это внутреннее дело самой Украины. Мы можем только способствовать тому, чтобы создать обстановку доверия в ходе этого возможного и, на мой взгляд, крайне необходимого переговорного процесса. Вот мы об этом говорили. ЕС поддерживает суверенитет и целостность Украины, заявила в Минске глава европейской дипломатии Кэтрин Эштон. На совместной пресс-конференции с президентом Украины Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности подчеркнула. Мир и безопасность – это главные цели в настоящий момент, а также прекращение военных действий, нахождение пути обеспечения безопасности украинско-российских границ. Следующая встреча в формате ЕС «Украина-евразийская тройка» может состояться в Казахстане. Об этом заявил президент страны Нурсултан Назарбаев на брифинге по итогам Минского саммита. По его словам, просьбу о проведении встречи в Казахстане выразили представители Евросоюза, на что Астана дала соответствующее согласие. Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность договоренности о продолжении подобных переговоров и поэтапного решения проблем. Казахстан желает мира и достижения договоренности между Россией и Украиной. Готов помочь наладить сотрудничество и взаимопонимание между двумя странами, сказал президент страны. «Украина не будет менять текст соглашения об ассоциации с ЕС, а сразу приступит к его ратификации и имплементации». Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин на своей странице в соцсети. Напомню ранее, министр экономического развития России Алексей Улюкаев заявил, что Россия хочет переписать текст Ассоциации Украины и ЕС в свою пользу. Задача Москвы – ликвидировать торговые осложнения, несущие в себе риски для России, отметил Улюкаев. Евросоюз, Россия и Украина договорились продолжить официальные трехсторонние контакты по газу. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер Эйтингер. Переговор состоится 6 сентября, где именно пока неизвестно. Европейцы надеются, что в ходе обсуждения Украина и Россия смогут прийти к какому-нибудь промежуточному решению о временной цене на топливо. Напомним, что с 16 июня Россия прекратила его поставки в Украину. Киев через арбитражный суд Стокгольма добивается пересмотра России цены на газ для нашей страны. Перекрыть транзит природного газа через территорию Украины в страны ЕС на зиму – таковы планы России. Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк на заседании Кабмина. Он также назвал переговоры с северным соседом в Минске безрезультативными. Более подробнее о заседании правительства нам расскажет наш корреспондент Андрей Луценко. Он с нами на связи из Кабмина. Андрей, добрый день. Тебе слово. Приветствую студию. Действительно, заседание Кабмита Министров сегодня было очень насыщенным. Сразу после появления состава правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк отметил, что на данный момент Украина стоит сразу же перед тремя вызовами. Первый вызов – это, конечно же, война, которая оказывает эффект на экономику и все другие сферы деятельности государства. Арсений Яценюк отметил, что военные действия, конечно же, должны прекратиться как можно скорее. И ключ к этому – это восстановление контроля на всей продолжительности границы с Россией. Но и, в свою очередь, Арсений Яценюк в очередной раз обратился к российскому правительству с требованием прекратить обстрелы, которые производятся с территории Российской Федерации по областям Донбасса, а также прекратить поставку вооружения и боевиков в восточные регионы Украины, так как это приводит к дестабилизации ситуации. В свою очередь, ОБСЕ должен контролировать выполнение всех этих пунктов. Второй вызов – это экономический вызов. Ну и, конечно же, Арсений Яценюк не мог не коснуться этой темы на фоне очередного рекордного скачака курса на межбанке, который состоялся вчера и вызвал волнение у, собственно, украинцев. Арсений Яценюк отметил, что единственный приемлемый курс гривны для украинской экономики – это 12 гривен за один американский доллар. И также премьер-министр отметил, что накануне у него состоялась встреча с главой Национального банка Украины Валерией Гонтаревой. Обе стороны обсудили нынешнюю ситуацию с курсом. И премьер-министр подчеркнул, что он уверен, что у Национального банка хватит профессионализма для того, чтобы максимально откорректировать курс, отрегулировать его и, собственно, привести к тем положениям и этому уровню, который приемлем для украинской экономики. В свою очередь, конечно же, Арсений Яценюк подчеркнул, что главный дестабилизационный фактор – это военные действия. Как только они прекратятся, конечно же, курс вернется к своим нормальным показателям. Ну и, кроме того, положительный эффект может оказать, соответственно, положительное решение МВФ, которое может быть принято 29 августа по факту выделения очередного денежного транша для Украины. Ну и третий вызов, который упомянул Арсений Яценюк – это энергетический вызов. На данный момент правительство Украины видит два выхода из сложившейся ситуации с, собственно, поставкой энергоресурсов. Первое – это общие поставки от Украины и Евросоюза. Ну а второе – это, наконец-таки, принятие решения по иску в Стокгольмский суд. Я напомню, что украинское правительство подало в Стокгольмский суд иск на газового монополиста России «Газпром» и требует возмещения 6 миллиардов долларов убытка. Ну и, кроме того, Арсений Яценюк подчеркнул, что украинское правительство в курсе планов России о полном прекращении поставок российского газа в европейские страны уже этой зимой. И что неудивительно, что европейские компании на данный момент производят максимальное накопление запасов этого природного ресурса у себя в хранилищах. И, собственно, этим же занимается и украинское правительство. Если еще полгода назад в украинских хранилищах было только 5 миллиардов кубометров природного газа, то на данный момент их уже 15 миллиардов. Соответственно, Украина вовсю готовится к зиме, и процесс накопления природного газа в дальнейшем только продолжится. Но в любом случае положительный эффект для украинской экономики это будет с переговорами, которые могут состояться исключительно в формате Соединенные Штаты Америки, Евросоюз, Украина и, соответственно, агрессор России. Сейчас заседание правительства продолжается, и уже в следующих выпусках вы узнаете о самых свежих событиях из Кабинета Министров. В студии. Спасибо, Андрей, за подробную информацию. Наш корреспондент Андрей Луценко был с нами на связи из Кабмина. В Донецке по-прежнему неспокойно. Сегодня утром артобстрелами подверглись Кировские и Куйбышевские районы города. В Петровском районе от осколочных ранений погибли трое мирных жителей, сообщает в Донецком горсовете. За минувшие сутки завиксировано 11 случаев попадания снарядов в жилые дома и другие здания, сообщает ГосЧС. Несмотря на тяжелую обстановку в городе, в штатном режиме продолжают работать системы жизнеобеспечения и общественный транспорт. Энергетики восстанавливают поврежденные сети в Киевском, Ворошиловском и Кировском районах, отмечают в мэрии. У Горловки и Лавайской силы АТО артиллерии уничтожили бронетехнику сепаратистов, а также 225 террористов. Об этом сообщают в пресс-центре антитеррористической операции. Продолжаются бои за удержание Новосветловки и Хрящеватова. Сила АТО и далее контролируют Иловайск. В течение суток российская сторона продолжала переброску военной техники в приграничные с Украиной районы. В пресс-центре АТО также сообщают о движении колонны в 100 единиц тяжелой техники в Донецкой области. Она направляется от Старобешева до Тельманова. Вместо опознавательных знаков на машинах круги или треугольники белого цвета. Пограничники проводят инженерно-техническое обустройство рубежей страны. Об этом сообщили в Госпогранслужбе. В целях предотвращения незаконного пересечения границы диверсионно-разведывательными группами и тяжелой военной техникой из России, пограничники роют рвы и устанавливают препятствия для бронетехники. Обустраивают и опорные пункты, и оборонные позиции, в том числе в действующих пунктах пропуска. Среди уже оборудованных 465 окопов, почти 12 километров траншеи, более 200 стенок из мешков и 30 блокпостов. Польша отправила в Украину первую партию гуманитарной помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны этой страны. Груз должен попасть к украинским военным до конца августа. Всего Варшава планирует передать около 320 тонн груза в перечне продукты питания с длительным сроком годности, матрас, одеяло и постельное белье. Все это доставят в одну из воинских частей возле Львова. Передача помощи проходит в соответствии с достигнутыми договоренностями и между Министерствами обороны Польши и Украины. Суд объявил перерывное заседание по делу Надежды Савченко. Об этом сообщил адвокат украинской летчицы Марк Фейгин. По его словам, Надежда возмущена материалами следствия и хочет с ними ознакомиться. Надежда заявила, что он находится в Федерации с 24 июня, а не с 30-го, как указано в материалах. Следствие просит продлить арест украинской летчицы на два месяца до 30 октября. Обвинение мотивирует в свою просьбу необходимостью проведения процессуальных действий в рамках предварительного следствия, которое пока не закончено. На этом у меня пока вся информация. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!